Продолжение следует... Ребята, это живые приправы, которые мы добавляем в еду для вкуса или аромата. Как вы думаете, укроп это пряная трава? Да. А, так нет, да. А, например, петрушка? Да. Пяной травой? Да. А в чай что мы добавляем, ребята, в какую пряную траву, чтобы он вкуснее был? Ромашки. Мясо? Мята. Мята, ребята, это тоже пряная трава. Все это мы выращиваем. Но сегодня мы с вами, ребята, приехали в цветочную, самую-самую яркую, самую красивую теплицу. Какой праздник у нас будет скоро? 8 марта. 8 марта. Все подготовили подарки своим мамам? Да. Ребята, кто не подготовил подарок своей маме, сегодня у вас будет потрясающая возможность уехать сегодня с цветком для мамы домой. Ребята, если вы будете хорошо слушать экскурсию, в конце экскурсии я задам вам, ребята, несколько качественных вопросов. Отвечайте верно, и цветочек, который вы запаковали на мастер-классе, вы собираете к себе домой. Если вы отвечаете неправильно, то мы ваши цветы, запакованные вашими ручками, ставим на стеллаж и увозим в ближайший Ашан. Ашан – это такой магазин, ребята, огромный гипермаркет. Договорились, ребята? Нет, нет. Значит, слушаем внимательно меня. Ребята, первым делом я хочу вам показать, какие цветы вообще у нас в теплице растут. Есть у нас один цветок, который как называется, кто-нибудь знает? Гербера. Гербера, знает, уважаемые взрослые. Ребята, на какой цветок, который растет у нас в России на полях он похож? Ромашка. Это тоже ромашка, только ромашка африканская. Этот цветок любит в жару, понятное дело, потому что он к нам приехал из Африки. Раньше в России мы вообще не любили. Говорили, ну, ромашка и ромашка, зачем нам покупать этот некрасивый цветок? И только 10 лет назад герберу полюбили и начали покупать себе домой, компоновать из него красивые букеты и дарить на какие-нибудь праздники нашим уважаемым взрослым. Ребята, гербера может быть, как мы уже видели, много-много разных цветов у нее может быть. Она может быть и красная, и оранжевая, и желтая, и фиолетовая. И розовая. Какая угодно, ребята, и белая, и розовая. Но, открываю вам один секрет. На протяжении 50 лет многие люди пытаются вывести герберу синего цвета. Гербера может получиться абсолютно любого цвета, кроме синего. И сейчас, ребята, есть такая вещь, как задание, можно сказать, для любого человека, кому хочется это сделать. Если вы хотите сделать голубую герберу или синюю, все оттенки синего цвета, если у вас это получится, вы приходите в патентное бюро, говорите, вот я запатентовал метод, который можно вывести герберу голубого цвета, либо синего. И вам за это дадут 150 тысяч долларов, ребята. Поэтому, если вы хотите, ребята, в ближайшем будущем стать, например, агрономами и вывести голубую герберу, я не жадная, возьму всего за идею 20%, вы можете получить, ребятки, 100 тысяч долларов. Так что учимся быть хорошими агрономами. Ребята, гербера, а? Миллионерами? Ну, почти миллионерами, да, действительно, ребята. Так что я жду, может быть, действительно, кто-нибудь из вас вывезет герберу как раз-таки синего, либо голубого цвета. Также, ребята, у нас растет вот такой цветочек. Кто-нибудь знает, как его зовут? Нет? Этот цветочек называется бегония, ребята. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас знает, что чеснок отпугивает разных микробов, убивает точнее их? Знает. А чеснок вкусно пахнет, ребята? Да. Кому-то нравится резкий запах чеснока, кому-то резкий запах чеснока не нравится. Открываю секрет, ребята. Вот этот цветочек занимается тем же самым, чем занимается чеснок, то есть обеззараживает воздух вокруг себя. Если вы бегонию поставите около своей кровати, то, когда вы будете спать, ни один микроб к вам близко не подберется. И в СССР, ребята, бегония постоянно стояла у всех на подоконнике. Этот цветочек очень сильно любили. Открываю еще один секрет про бегонию. Если вы на своем дачном участке посадите белую бегонию, то ни одна змея не заползет к вам на участок. У них и так нет. Ребята, у меня есть дачный участок, который находится в деревне, которая называется Ужовка. Почему? Как вы думаете, она так называется? Ну-то там Уж. Да много-много Ужей, ребята, конечно же. Я решила провести в прошлом году эксперимент. Я посадила, правда, не одну, а целых 10 бегоний на своем участке. И действительно, за лето я не видела ни одной змеи у себя на даче. Поэтому, если вы боитесь, ребята, змеи, то можете смело высаживать бегонию у себя на дачном участке. А короток выгоняет? Короток выгоняет. Она любит водой очень сильно. Она любит поддонный полив. То есть не сверху, как дождь поливаем, а снизу. Щупаем всегда почву, смотрим внимательно, она пересохла или нет. Если пересохла, только тогда поливаем. Нельзя влажную почву еще раз увлажнять. Вот, чем проблема. Мы его можем цветок залить просто, действительно. Вот. Из-за этого он может и погибнуть. Вот так вот. Вот такие вот сладо-желотенькие и красненькие. Ну, на самом деле, действительно, попробуйте чуть-чуть реже ее поливать. Я понимаю, что это трудно, тяжело. Попытаться надо. Не, ну, действительно, потому что всем... А ведь это долго. Всех, да, долго. И всем кажется, что вот она уже сейчас засохнет. А на самом деле мы оказываем ей медвежьи услуги и действительно переливаем воды. Вот я у соседки тоже была такая проблема. Вот я ей сказала, немножко поливаем. И она цветет и пахнет у нее. Не переживайте. Может быть, у вас и получится реанимировать цветочки. Итак, ребят... Итак, ребяточки. Бегония белая все запомнили, правильно? Да. Замечательно. Пойдемте, я еще вам какими-нибудь цветами похвастаюсь красивыми. Так, какими же, какими же? А, да, летай. Вот, ребята. Кто-нибудь знает, как этот цветочек называете? Орхидея. Орхидея. Так, как? Орхидея? Не орхидея, зайчики. Этот цветочек называется цикламен. И на самом деле он очень необычный. Он практически один единственный в своем роде. У цветка есть серединка, правильно? Как сицевиночка она находится. И тут у нас, ребята, происходит такая вещь. У нас растут лепестки не вниз, а вверх. Видите? Видите? Вот, видите, таким образом сердцевиночка у него находится в самом низу. И его лепесточки смотрят наверх. Ребята, на самом деле этот цветочек является цветочком, который любит холод. На самом деле холодолюбивых цветов очень-очень мало. И у этого цветка есть одна потрясающая легенда. Про царя Соломона кто-нибудь слышал, ребятки? Нет. Это один из самых справедливых правителей, которые были когда-либо на земле. И однажды царю Соломону сказали, ну вот почему ты у нас такой простой. Давай ты себе корону какую-нибудь красивую сделаешь, чтобы все вокруг знали, что ты царь. И царь Соломон решил, что его корона должна быть скромной, потому что с правителем он был и справедливым, и скромным. Он сказал всем мастерам, сделайте мне корону, обычную, не надо мне ни камней, ни драгоценностей, никаких дорогих металлов. Просто обычную корону, которая меня отличала бы от других людей. Чтобы все знали, вот я царь Соломон, я вот иду. И, конечно же, мастера решили повыделываться перед ним, решили похвастаться своим мастерством, и начали приносить ему огромные короны, которые были украшены и рубинами, и алмазами, и бриллиантами. Но все не то. Ни одна корона не понравилась царю Соломону. Он расстроился, пошел гулять по окрестностям своего дома, гулял, 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 и уснул, ребята, под кустиком розы. И ему приснился сон, что его корона должна быть в форме цветка. Он проснулся и начал искать цветок, который бы подошел ему для короны. И ему показалось, что розы, которых называют королевами цвета, очень хвостливы. И все цветы пытались показаться ему лучше, чем они есть на самом деле, только для того, чтобы царь Соломон выбрал их в качестве короны. И когда он уже расстроился и шел к себе домой, на уподножье горы он увидел как раз-таки цикламен, ребята. Он присмотрелся к его бутончику и решил, что именно этот цветок должен венчать голову справедливого правителя, потому что цветок как будто бы поклоняется, ребятки. И если вы посмотрите внимательно в интернете, как изображали царя Соломона, на его голове как раз-таки можно увидеть корону в форме цикламена, который как будто бы в поклоне перед своим народом находится. Итак, зайки мои, три цветочка я вам показала, сейчас по ходу движения еще покажу какие-нибудь новые интересные. Зайки, а теперь ответьте на вопрос, что необходимо для того, чтобы вообще любое растение выросло. Вот эти цветы уже скоро уедут в магазин. Мы их упаковали красиво и проверили. А что нужно, чтобы оно выросло, любое цветок? Вода, что еще? Солнце. Солнце, свет, да, еще. Земля? Почва. Почва, да, так, 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 что еще? Воздух. Воздух, кстати. Вы, ребята, с учителем приехали сегодня? Да. Да? А теперь, ребята, я вам открою секрет. За три месяца вы первая группа, которая вообще вспомнила, что для роста растений необходим воздух. Поэтому поаплодируем вашему учителю. Вы молодец. Головы ваших детей находятся в надежных руках, я могу так сказать. Молодцы, ребята. Действительно, необходим еще воздух, ребята. В нашей теплице все обустроено так, чтобы для каждого цветка, каждый цветок себя чувствовал комфортно в нашей теплице. Теплица у нас гигантская. На самом деле это не одно цветочное поле, которое вы можете увидеть за стеллажами. За белой стеной находится еще одно цветочное поле, еще одно цветочное поле, еще одно цветочное поле, и не поверите, еще одно цветочное поле. Теплица поделена, ребята, на климатические зоны. Мы можем африканскую ромашку вместе с вот таким горным цикламеном посадить в одну тепличку? Нет. А почему? Интересно, чтобы мы ее посадили. Почему, зайка? Им нужен холод, а... Правильно, правильно. Гербера любит у нас тепло, а цикламен у нас обожает прохладу. И в одном по сегменте теплички они не выжили. Поэтому тепличка у нас поделена на такие климатические разные зоны. В теплице у нас, ребята, которые размером один квадратный километр, это больше футбольного поля, олимпийского масштаба, ребятки, нет места, где мы сажаем семена и луковички для наших цветов. Для этого у нас есть так называемая темная комната. В темной комнате не работает вообще ни одного человека, и работают только роботы. Темная комната – это так называемый роддом для цветочков. Кто был хоть раз в роддоме, ребятки? Все были. Все были. Там же все нормально. А где-то головой некоторые мотают. Ребята, все мы были в роддоме когда-то. Конечно же, откуда нас мама привезла в красивом кульке с бантом? Конечно, мы были в роддоме. А ответьте мне на вопрос. Мы можем в нашей одежде прямо вот из дома пройтись по улице, взять и в роддом, посмотреть, как там малыши поживают? Нет. А почему мы не можем? Мы можем их заразить, ребята, конечно же. У малышей еще неокрепший иммунитет, неокрепшая иммунная система. Так же самое и с цветочками. Когда они совсем-совсем малюсенькие, они еще неокрепные, они еще не выросли. И любая инфекция может им навредить. Поэтому в этой темной комнате работают только одни роботы, страшные и ужасные. Там есть длинная конвейерная лента, на которой робот... Сейчас я покажу. Вот, я, у меня есть специальный. Так, зайки? Красиво сюда останешься. Итак, там есть длинная конвейерная лента, на которую робот, у которого ручки, похожие на клешники крабика, ставит много-много вот таких специальных кассеток. Мне почему-то кажется, что они похожи на вкладыш от коробки конфет. Похожешь? Похожа. Этот робот ставит вот такие кассеты, специальные на эту ленту. Лента продолжает свое движение и подъезжает ко второму по счету роботу. У этого робота много-много ручек, и все они похожи на малюсенькие лопаточки. Что он делает, по вашему мнению? Семена берет и кидает. Правильно. Он сюда засыпает немножко земли, перемешанной с торфом. После чего робот, который похож на сито, что делает? Семена туда. Ты, мой сладкий, ты будешь альганомом. Про герберу подумай, зайка, смотри, обязательно. Ребята, после чего, конечно же, сюда робот сито насыпает немножко, а, немножко, насыпает в каждое отверстие семечку кладет, либо луковичку маленькую. Косятка обильно поливается водой и уезжает в темную комнату, в которой действительно нет света, и там очень темно. Очень-очень. Почему? Сейчас объясню. Плюс там, ребятки, очень-очень влажно и тепло. Влага и тепло – это две вещи, которые необходимы для проращивания семян или луковичек. Значит, свет нам не нужен, мы его выключили в целях экономии, ребята. Проходит примерно неделя, и нам нужно узнать, проросли ли наши семянушки. Каким образом мы это делаем? Отправляем нашу кассетку на специальную медицинскую процедуру. Мы ее отправляем в специальный рентгеновский кабинет, где сидит робот с красными страшными глазами и пытаемся своим рентгеновским зрением просмотреть каждую-каждую-каждую кассетку и каждое ответственность в этой кассеточке, проросла семечка или нет. Если больше 95% растений проросло, эта кассетка уезжает в светлый сегмент комнаты. То есть там в этой комнате есть уже свет. Ребятки, свет для чего нужен? Чтобы расти. Появились уже маленькие росточки, росточки малюсеньки-малюсеньки. Для чего свет нужен? Чтобы они росли. Чтобы они росли. Для листочков нужен свет. Правильно, ребяточки? Вот. На протяжении недели, ребятки, растения крепнут, появляются уже листочки. И только тогда эта кассетка с маленькими-маленькими росточками приезжает к нам сюда в теплицу, чтобы мы что с ними сделали? Ухаживали. Ухаживали, ребята. Ребята, а нам хватит вот здесь вот растения, вот только вот большое вырастет? Хватит, например, места здесь? Нет. Не хватит. Значит, что нам надо сделать? Пересадить растения. Пересадить. У нас, ребята, есть специальный робот для этого. И сейчас я вам его обязательно покачу. Идем со мной. Чем он занимается? У нас за вашими спинами стоят огромные брикеты. Землю, ребята, с грунтом. Скажите, пожалуйста, в грунте, который спрессован вот так вот, может растение расти? Нет. Его нужно что сделать? Разрыклить, ребята, конечно же. Его надо разрыклить. Для этого у нас существует робот-миксер. Что мы делаем? Выберем красивую вот такую лопату, закидываем немного спрессованной земли. И мы должны, ребята, закинуть в эту машину специальный сорбин. Поднимите руку, ребята, у кого растения умирали от того, что мы их забывали поливать. Почти у всех, ребятки, правильно. Ребятки. А теперь поднимите руки, у которых растение было залито водой настолько, что оно погибло, и перечки погнили. У меня было, в классе было, дальше говорят, замечательно. Какого мы? Зайки. Мы в этот грунт добавляем специальное вещество, которое называется ассорбет. Оно похоже на пенопласт, как мне кажется. Некоторые говорили, что на снежок похоже. Это вещество, конечно. Это вещество необходимо для того, чтобы регулировать в горшочке с цветком уровень влажности. То есть, если мы вместе с вами принесли цветок домой, посмотрели на него и подумали, так, надо его полить. Потом подошел папа к этому цветку и подумал, так, надо его полить. Подошла мама и, конечно же, подумала, так, ни папа, ни мой ребенок не додумались его полить. Полью я еще его разочек. Получается, цветок мы что сделали? Залили водой. Вот такие вот маленькие шарики. Они же подпитывают себя лишнюю влагу, ребята, конечно же. А если наступает такой момент, приходим мы со школы домой, смотрим на цветок и думаем, да, наверное, его мама полила. Подходит папа к цветку и говорит, да, наверное, полила дочка или сыночек, либо жена. И мама тоже закрутилась и забыла полить цветок. Тогда вот эти маленькие шарики делают следующее. Они выпускают в грунт лишнюю влагу. Получается, что у нас цветок более жизнеспособный, ребятки. Поэтому нам необходимо в нашу машину добавить еще вот такой абсорбент. Внутри этой машины миксера вся земля с абсорбентом перемешивается. И теперь ее необходимо отправить в цветочный горшочек. Идем со мной. Сейчас будем не уходить, этот чудесный запах. 50 лет вместе с вами. 50 лет. Цветочные горшочки, которые вы можете сейчас увидеть. Внутри робота-миксера насыпается немножко земли. Специальным буравчиком в горшочках, в середине горшочка делается ответствие, чтобы было удобно туда пересадить. Вот такой, ребятки, малюсенький росточек. Видите? Да, малюсенький еще совсем. После чего наша уважаемая работница теплицы пересаживает из вот таких кассет маленькие подрощенные растения, ребятки. Они едут по узенькой конвейерной ленте и подъезжают к роботу-грабелькам. Вряд устраивается 10 горшочков. И робот-грабельки расставляет горшочки в шахматном порядке. Для того, чтобы каждое растение получало достаточное количество света для своего роста. После чего полностью заполненный стол с нашими цветами мы должны отправить в определенный сегмент теплицы, ребята. Помните, как я вам говорила? Либо в теплый, либо в прохладный. Итак. А что вон там воздевает земля? Специальный робот, ребята, специальный компьютер, который находится у нас в аппаратной, который мы здесь называем аквариум. Он белого цвета, его смешается посередине теплицы, ребятки. Этот аквариум. И там у нас стоит главный компьютер, который всем этим заведует. Итак, как только стол вместе с цветочками заехал сюда к вам на линию, ребятки, нам необходимо будет его отправить к нам в теплицу. Один стол вместе с цветочными горшками весит примерно 400 килограмм. Много? Много. Я одна, хрупкая девочка. Могу этот стол подхватить и унести в теплицу? Нет. Нет, а почему так? Вы еще посмотрели на меня, как будто бы могу. Ребята, даже если будет 10 человек, нам будет очень сложно отправлять святым тепличку ручную. Тогда мы в конце рабочего дня будем постоянно жаловаться на то, что у нас болит спина и развязывается от тяжести в бок. Правильно? Правильно. Поэтому нам необходимо было придумать способ, с помощью которого мы можем перемещать столы и потеплиться, не прилагая абсолютно никаких усилий. Каждый наш стол, ребята, сможет ездить туда-сюда, там, по-моему... А, сейчас не покажи, зато покажи. Итак, ребятки, мальчики-пальчики. Убираем пальчики. Мальчики-пальчики-пальчики. Каждый стол, ребята, ездит по специальным роликовым рельсам. Как только много-много столов выстроится в ряд, включится наш робот-силач, ребята. У него есть одна сильная мускулистая рука. Это прямоугольник, красный прямоугольник, который находится у него на пузике. Этим прямоугольником он примагничивает к себе столы, выдвигает две пары сильных своих ручек, подхватывает стол, и после того, как двери нашей теплицы откроются, он увозит столы в определенный сегмент теплицы. Итак, зайки, что нужно нам дальше соблюдать в теплице, чтобы растение выросло большое и красивое? Мы его запаковали и отправили в магазин. Повторим еще раз. Солнце. Воздух. Воздух. Вода. Вода. Земля. Свет. Земля. Свет. И еще, ребята, я могу этот цветочек взять и отправить на улицу сейчас жить? Нет. Значит, что ему еще надо? Вода. Тепло. Тепло, конечно же. Начнем с самого любимого, с моего солнышка. Зайки, скажите, пожалуйста, прошлое лето кто-нибудь помнит? Да. Тепло было, хорошо? Да. А поза прошлое лето? Нет. Оно было ужасным. На свой день рождения, 28 июня, ребята, я стояла на балконе, пила чаек и ела тортик и смотрела, как ураганный ветер уносил автобусную остановку в неизвестном направлении. Скажите, пожалуйста, в то лето солнца мы достаточно получали? Да. Недостаточно. И для растений тоже было солнца недостаточно. Люди, которые занимаются сельским хозяйством и выращиванием растений, жаловались, что урожай у них не задался. Люди болели. Но в нашей теплице, ребята, растения продолжали расти отлично. По одной простой причине. Если у нас наступают такие времена, когда солнца нет или очень-очень пасмурно на улице, мы включаем специальные лампы, которые находятся под потолком. Видите, беленькие лампочки, они прямо под потолком находятся. Много у нас их в теплице? Да. Их точно больше, ребята. Пятиста штук у нас в одной тепличке. А теперь отвечаем на вопрос, ребята. Если у вас дома, зайки, такой человек, который ходит по всей квартире, за всеми выключает свет и говорит, так, почему в комнате никого нет, а свет включен? Да. Есть такие? Моя мама так говорит. А почему наши уважаемые взрослые так говорят и делают? Это я так тоже делаю. Чтобы мы свет. Чтобы мы свет и команды. Нужно, ребята, экономить электричество, потому что электричество стоит очень-очень дорого. Ребята, а теперь посмотрите, сколько у нас лампочек. Более или менее. И скажите, по вашему мнению, сколько мы платим за электричество? Пятьсот миллион. Пятьсот миллион, два миллиона. Кто больше? Миллиард. Миллиард. Ребята, и никто из вас не прав. За электричество мы платим ноль. Почему? Потому что его нет, солнца. А зимой солнца много? Солнца нет. А тогда что мы делаем зимой? А вам дает это правительство? Не выдает нам ничего правительство. Поднимаем голову наверх, ребята, и смотрим на шторы, которые называются солнечные батареи. К нам, конечно же, пришли гигантские щита. А мы поехали, ребята, без рук. Руки не кладем. Ребята, конечно же, мы решили сэкономить на электричестве и поустановили на крыше нашей теплицы вот такие солнечные батареи. Ребята, а когда мы сэкономили на электричестве? Захотелось ли нам еще на чем-то сэкономить? Да. На воде. На воде. А где можно найти бесплатную воду? В реке. В реке можно. Еще где? В источнике. В источнике. Что что? В источнике. Источник можно. А где есть бесплатная, прибесплатная, прибесплатная вода? Родники? Родники, да. Но нужно на то, чтобы у нас ее достать. Правильно? Ребята, лето, весной и осенью с помощью наших крыш, которые идут такой зигзагообразной формы, мы собираем для зимой воду, для полива наших растений. А зиму еще как-то нужно поделать. Мы берем снег, набираем лопатку, кидаем на наши цветы, и снова попросает. Итак, как я уже вам говорила, робот-силач сейчас открыл свое объятие, вот эти красные, ребяточки, вот эти красные, как можно сказать, ручки, используют робот для того, чтобы транспортировать наши столы по теплице. Сейчас робот-силач, быстро выпустит свою сильную-сильную одну-наказанную мускулистую руку. Вот эту же, она посередине находится, вот красненькая. Стало чуть-чуть ближе, подъедут. Пальчики, мальчики, берегите пальчики. Мальчики, мальчики, убьют пальчики. Что за другом? Специальная вещь для полива. Сейчас как ударить силы могут. А тут вода, что ли, хранится? Нет, вода тут не хранится. Там хранится механизм, который следит за тем, чтобы робот на справа у себя... Он может одновременно увезти два стола, потому что у него две пары ручек, ребята. Один стол сколько, я сказала, весит? Четыре. А два стола? Спасибо. Восемьсот. 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 Вот он примагнитил к себе стол. И сейчас с помощью первой пары ручек он поднимет стол наверх. Ого! Теперь у робота открылась вторая пара ручек. И стол начнет свое движение для того, чтобы робот захватил второй стол и увез его в тепличку. Очень долго, зайка. Очень долго. Года три наверх. Я хочу опять сказать сейчас. Года три. Стол начнет свое движение. Сейчас робот опять достанет свою мускулистую руку. Одну единственную. Две. Он еще с этим полосит. Что он получит? Что он получит? Что он получит? Можно было. Можно было. Можно. Двух пока хватает. У меня нет необходимости больше ручек делать. Нет, не ручек более ручек. Вот это вот так вот так вот. Дальнее. Это ничего не снесло. Вы так поставите, сразу же планет не снесло. Можно и так, конечно. А что так долго? Вот дверь открылась. Сейчас открылась дверь. Это дверь. Нашу теплицу. И сейчас робот-стилач на своем манаренце увезет два стола с нашими растениями в определенный сегмент теплицы, ребята. Помимо того, что робот перетаскивает эти столы с помощью датчиков, он узнает, что за цветы находятся в руках. И поэтому он знает, куда их необходимо везти. Он подал сигнал, что у нас в свою работу, чтобы не лучше не подходить. И так, ребята, после того, как робот увез наши дверточки, им необходимо валить. Как я уже сказала, мы, конечно же, захотели сэкономить на воде. И вот, ребята, мы собираем дождевую воду. Зимой мы топим снег, который падает к нам на крыше теплиц, из-за того, можно ли такой водой сразу валить наши растения? Нет. А почему? Во-первых, она холодная, и ее необходимо очистить. Это группа и очистка. То есть мы убираем весь мусор, который мы можем видеть невооруженными глазками. Это листочки, палочки, все, что могло попасть вместе с ветром на крыше наших теплиц. После чего вода перегоняется во второй фильтр, который называется угольная очистка. Проходит вода сквозь уголь, она очищается от разных вредных примесей. Но микробы никуда не делись, нам от них тоже надо избавиться. Скажите, зайки мои, каким светом можно уничтожить бактерии? Красным. Красным? Огнем. Огнем? Ультрафиолет. Правильно. Ультрафиолет. Он обвенцараживает пространство вокруг себя. Вы, кстати, можете даже этот фильтр увидеть. Видите, ребята, такие палочки светящиеся? А нагреть воду нельзя? Это ультрафиолетовый фильтр очистки для воды, ребяточки. А нагреть воду? Нагреть? Нагреть тоже можно, но это гораздо дороже, чем просто просветить специальными лампочками. Итак, ребята, после того, как водичка становится, мы ее очищаем, она становится чистой. Ее необходимо, а ее необходимо использовать для полива растений. Вода поступает в эти краники, и мы начинаем полив наших цветов. Поливаем их не сверху, а снизу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин